Лютики и цветочки в поле колыхают, ветерок шальной нежно обнимает, степь цветет и пахнет, Эх, вокруг раздолье, троица настала, и душе привольно. 28 июня, день Амоса. Назван в честь святого пророка Амоса. Амос, уроженец города Фикуи, находившегося в земле Иудовой, происходил из семей незнатной и небогатой, дни проводил пося стада. Господь же, презирающий не на богатых и сильных, но на смиренных и нищих, взял его, как Елисей и Давида, от пастушеских стад на пророческое служение. В то время израильтяне отошли от истинного бога, сделали себе двух золотых тельцов и стали им поклоняться, как это не делали в Египте. В этот день отмечается и память мученика Вита, которого бросили в клетку, где находились голодные львы. Но бог спас его от гибели. После хотели сварить Вита в кипящем масле, но ничего не вышло. Много чудес совершил Вит по воле бога. И теперь ему в этот день молятся для избавления от болезней и сохранения крепкого здоровья на ближайший год. Приметы. Если сегодня дождь, будет не урожай пшеницы. Если много комаров, скоро установится ненастная погода. Подмечали, что к этому времени соловей прекращает петь. И сегодня мы разберем, что такое сельдерей, с чем его едят. Кстати, какой сельдерей бывает? Знаешь? Имейте в виду по частям сельдерея? Корень, стебель и листья. Правильно. Растение само сельдерея составляет и корень, и стебель, и листья. И едят этот удивительный овощ целиком. И каждая из этих частей, конечно, имеет свои полезные свойства. Например, в корнях и листьях сельдерей содержатся ценнейшие аминокислоты, такие как аспарагин, трептофан. Каротин, кстати, есть. Это единственное, что понятно мне, каротин. Да, из каротина. Это просто были до этого перечисленные аминокислоты, которые дают нам крепость ногтям и прочее. А каротинчик как раз даёт нам красоту. И он следит, будем говорить, в организме за тем, чтобы наши слезистые оболочки и кожа были в совершенном порядке. Потом, значит, в нём содержится ещё никотиновая кислота, различные микроэлементы. Кстати, очень много различных микроэлементов. И сейчас мы сразу же определим, что ещё содержится. Каким образом? А, да, да. Эфирные масла, которые даёт особый запах растению. И более того, они возбуждают аппетит. И, кстати, если имеются какие-то там гнилостные, бродильные процессы, то они всё это ликвидируют. И сейчас, правильно, наш организм изнутри. А вот я не помню, чтобы в советские времена продавались, но, может быть, корень ещё продавался, а вот стебель. Мне кажется, нам сейчас очень сильно везёт, современным жителям, поедателям. Поедателям. Ну вот, как раз, смотрите, это вот черешковый сельдерей, это его листья. И так как он зелёненький, здесь ещё много хлорофилла. Отлично. А вот если он будет желтее, то лучше не брать, да? Самое главное, что выбирать, свежий, зелёный, да? Да, свежий, ярко зелёный зелёный. И он крепкий ещё должен быть, да, не вялый? Правильно, правильно. И, кстати, крепость. Крепость удаёт организму крепость. И сделаем для того, чтобы у нас крепость организма была салатик. Давайте. И следи. Я опять помогаю вам, да? Оксаночка, пожалуйста, почисть мне морковочку. А вот скажите, вы едите сельдерей из-за того, что он полезен или из-за того, что вам нравится вкус его? Сельдерей я ем из-за того, что он полезен. Потому что вкус, вкус... Приходит во время еды. Вкус приходит во время еды. Вместе с аппетитом. Аппетит приходит во время, да. Да, вместе со вкусом. Они неразрывные. Я думаю, что вкусным продукт мы можем сделать. На то у нас и целебная кулинария для того, чтобы полезные продукты делать вкусным. И использовать их в своём питании как можно чаще. Итак, мы сначала будем делать салат из корня сельдерея. Кстати, мы будем использовать морковь у нас будет, лимон, зелень. Давайте пока вы чините и яблоко, да, наверное? И яблоко, да. Сверстия. Я подтерю морковку. Давайте, подтерю морковку. Так, мне сказать, предполагаю, что вот в эту, да? Можно вот эту миточку потереть. А я пока очищаю в корень сельдерея. Так. Вот. Ух! Какой он у нас. Такой. Сейчас домашние, глядя на меня, радуются, что я занимаюсь полезным трудом. А до этого, что они занимаются полезным трудом? Не-не-не, занимаюсь, но просто это мне редко удаётся, когда. Потому что, в принципе, уже все в состоянии сами готовить. И какие-то такие вот семейные совместные посиделки, они случаются не так часто, как хотел. Ну, хорошо, в сельдерей кулинарии, я думаю, всё это будет происходить намного чаще. О, да. Так, почистим. Всё. Это можно... Да, правильно. Это можно поесть. Теперь я натираю сельдерей. Кстати, сельдерей ещё способен замедлить процессы старения в организме. Он продляет нам молодость. Потому что содержит уникальный набор белков, витаминов, кислот, минеральных элементов и так далее. Всего того, почему соскучилась наша клетка. Наши клетки организма соскучились по этому. И смотрите, я беру сразу вот так вот и пошёл перед сюда. Кстати, пропорции важны. Строго соблюдаться? Ну, не обязательно строго соблюдаться. Или это вкусовые пристрастия? Дело в том, что сельдерей это не очень вкусный продукт. Он суховатый, особенно корень. Вот. Для того, чтобы к нему привыкнуть, надо морковочки примерно дать в два раза больше, чем сельдерей.